Ребята, всем привет! Не прошло и два года, как мы наконец решили снять видео. Решили мы, потому что мы поменяли место жительства, переехали с Харькова в Донецкую область, купили себе дом, теперь у нас есть земля, нам не нужно ездить на дачу, мы будем снимать много видео, я надеюсь так. Главное, чтобы все было хорошо, и мы покажем вам очень большое количество новых сортов перца, мы в этом году немножко подготовили перчик, вот наша красавица, Лапочка, смотри туда, смотри, красавица, смотри, и мы будем показывать строительство новых теплиц, мы хотим поставить две новые небольшие теплички, весь процесс я сниму на камеру, да, Лапочка? А сейчас я хочу вам показать свой стеллаж, где я выращиваю перчик, выращиваю рассаду томатов, вот так, ребята, выглядит мой стеллаж, такой вот, на нем пять полок, все полки с лампами, мы здесь установили четыре лампы по метр двадцать, длиной по восемнадцать ватт, каждая лампа, вот каждый ряд, смотрите, и на каждом ряду у нас стоят лампы, даже на нижнем ряду тоже установлены лампы, это для того, чтобы здесь можно было ставить рассаду внизу, в дрове ящиках, и подсвечивать, тоже, видите, она сейчас идет с лампами, длина у нас в каждой полке метр сорок, так как лампа метр двадцать, ну, чтобы было небольшое расстояние, так, сейчас я вам расскажу конструкцию, как это все дело устроено, так, все эти лампы будут подключаться к крыле времени, автоматически она будет включать, в шесть часов утра свет будет включаться, и в девять часов вечер отключаться, на каждом стеллаже у меня стоят вот такие вот включатели, вот, видите, вот каждый стеллаж можно отдельно включить, если не нужно, можно отключить его, ну, сейчас я попробую включить, я не знаю, будет видно, не будет отсвечивать ли, так, сейчас подключаем их, вот так, о, мерцает вовсю, ну, вот такие вот полочки, все эти полочки регулируются, сейчас я поотключаю все, чтобы она сильно не подсвечивала, может быть, какую-то одну оставлю, включила, так, вот конструкция, так, ребята, НР тут будет плохо видно, давайте, НР с той стороны, вот такие вот профиля, они толстые, это двухмиллиметровая толщина металла, и вы через определенное расстояние, ну, а такие вот в крепежах, полка держится у нас, эти крепежи прикручены наглухо, они не двигаются, а вот эти вот, эти вот, приподнимаем чуть-чуть полочку, у него удобно, одной рукой, сейчас я припокажу на другой полке, он приподнял, видите, она двигается, здесь прорези, внутри, вот если посмотреть, сейчас вам покажу, наверное, не видно, ага, вот, видно, но плохо, 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 вот видно прорези, шурупы не полностью прикручены, и эта полочка двигается, и эти полки можно регулировать, поднимать, выше, ниже, вот такая вот высота, это я делал для того, чтобы когда рассада уже будет в ящиках, уже довольно высокая, полки можно было раздвигать, вот высота здесь у меня, все, отклеена, отражателем, эта проложка, вот, вот такой вот, так, ну, здесь вроде бы все, все понятно, эта комнатка у нас маленькая здесь, она 2,50, на 3,20, здесь температура у нас постоянная, 28,32, потому что здесь печка, здесь батареи, вон, ну, в общем, здесь жарище, круглый год, что летом жарко в этой комнате, что зимой, что-то будет непонятно, ребята, спрашивайте, я обязательно вам отвечу, вот эти вот, крепежи, я покупал отдельно, они продаются, ну, когда будете покупать их, следует помнить, что есть правый и левый, вот смотрите, как они выглядят, на самом деле, вот с таким вот выступом, тут я выступы посрезал, чтобы они мне не мешали, вот такие вот, вот этот левый, а с той стороны правый, и так полка переставляется, оттягивается, одна вот эта вот часть, вторая, полка впредь поднимается, немножко вверх, на себя, опустили вниз, и опять назад вставили ее, и опять же все это дело закрыли, и так, ширина этой полки 60 сантиметров, вот такие вот, ребята, полочки, здесь у меня водичка стоит, это дождевая, так, сейчас я вам расскажу, покажу, что где у меня находится, так, вот это, ребята, это поддоны, поддоны для кассет, здесь у меня, сейчас я вам покажу, давайте я на рассвет включу, надеюсь, будет хорошо видно, о, здесь у меня находятся, вот так вот, судочки для проращивания семян, вот, уже часть, попроклевывалась, здесь на дно поддона, я наливаю водичку, чтобы она не испарялась, а так влага поднимается вверх, здесь постоянная влажность, ну, вот такие вот у меня, контейнера, вот они, здесь судочек, в каждом судочке разделено на 4 части, это 4 сорта, здесь у меня сейчас, на данный момент, семена перца, сверхострого, здесь больше 200 сортов, вот они занимают всего лишь, вот таких вот, 4 поддона, так, сейчас я хочу вам показать еще, ребята, вот такие вот, вот, кассеты, в этом году, просто шикарные вещи, купил я их, в магазине, интернет-магазин, там внизу будет под видео ссылочка, я скину вам, если захотите, вот такой вот один, одна такая кассета, она на 36 ячеек, глубина ячейки, вместимость, 0,025 миллилитра, такая вот кассета, 20 на 20, толщина кассеты, 2 миллиметра, поломать ее просто нереально, до такой степени плотная, твердая, теперь, ребята, давайте проверим, выдержит ли эта кассета, мои 120 килограмм, становимся на кассету, и начинаем на ней прыгать, кассета, ребята, просто нереально твердая, ее не согнуть, это не реклама, эта кассета вечная, посмотрите, какая толщина, сзади крупные отверстия, легко будет вытаскивать, с нее рассаду, в общем, кассета просто супер, а сейчас вам объясню, чем эта кассета лучше, чем большие кассеты, вот у меня кассета, она на 98 ячеек, это китайская кассета, толщина ее 0,07, как вы видите, это все это дело, хлипенькая, тоненькая, ну, такая кассета прослужит у вас, где-то в пределах 5 лет, у меня служит на 5 лет, в основном, первая начинает ломаться, вот этот вот бортик, этот отваливается, как бы, вот эти вот ячейки все нормальные, вместимость вот этой вот ячейки, тоже 0,025 миллилитров, вот как она выглядит, видите, ребята, сейчас вам поставлю, покажу, просто плохо видно, видите, она острая, она чуть-чуть длиннее, чем здесь, но я брал песок обычный, сухой, засыпал в эту ячейку, засыпал в эту ячейку, здесь песка заходит больше, чем здесь, так что здесь, мне кажется, чуть-чуть больше, чем 0,025, так, здесь, я уже говорил, 98, здесь 36, мы можем взять несколько, вот таких вот, кассет, поставить, и количество, полностью примерно, выставить такое же точно расстояние, вот эти кассеты, ну, будет там, может быть, на 2 ячейки больше, рассады можно поместить гораздо больше, это, к примеру, я посадил, там, возьмем 140 штук, да, кустов, а у меня только вот такие вот кассеты, значит, у меня получится одна кассета полная, и вторая половина кассеты всего, и пол кассеты вас останется, она занимает очень и очень много места, кассеты эти у меня стоят, вот так вот, их помещается 4 штуки на этот ряд, вот, под метр 20 лампочки, помещается всего 4 кассеты, крайние, где лампа не достает, вы не передвинете вперед, если вы развернете, с той стороны тоже лампа, она не стоит прямо на самом краю, все равно эти растения все, нагибаются туда, и вот эти крайние тоже, которые стоят здесь, в самом конце, они тоже норовятся к солнышку, к свету, это же кассета, чем хороша, что вы можете, поставили, надо, перевернули вот так, теперь вот эти, будут в середине стоять, если вам надо, небольшое количество, вы можете посадить, ровно половину, я сажаю сейчас, на данный момент, пересеваю, очень большое количество, буду пересевать, примерно, 20 года, семена, вот я беру, я их буду сажать, по три кустика, вот у меня, переделена, переделила кассету, сейчас возьму, вот у меня с номерами тут есть, вот к примеру, вот, седьмой номер, три штуки, восьмой номер, три штуки, развернул, с этой стороны у меня, тоже три штуки, три, 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 и вот белая полоса, это я наношу, есть специальный маркер, с нитрокрасками, это весь на видео, я показывал его, вот смотрите, видите, какие ячейки, они внизу, не острые, они много плоские, и отверстия, довольно крупные, очень хорошо, вытаскивать рассаду, не повреждая корневую систему, здесь уже сложнее, здесь отверстие, очень маленькие, и когда вы вставляете штырь, обязательно повреждаете, корневую систему, почему, потому что, корни находятся прямо здесь, здесь земли уже практически нету, и когда нажимаете, соответственно, штырь заходит прямо туда, в корневую систему, или в корневую систему, ну, в общем, как бы это нехорошо, и, соответственно, эта кассета, вы видите, она хлипененькая, все это дело, такой вот, единственное, плюс этой кассеты, что ее, для нее есть, вот такие вот поддоны, ребята, ставили в поддон, эти кассеты нужны, только для того, если будете выращивать, какую-то одну культуру, одного сорта, тогда да, это супер, посадили, удобно их, как бы, не куча таких вот маленьких, ну, а кто выращивает, понемногу всего, там томаты, перцы, баклажаны, сладкий перец, лучше, конечно, такие вот кассеты, и это, ребята, я говорю, они вечные, поломать их практически невозможно, они не гнутся, ничего, смотрите, какая толщина, просто суперски, и такие кассетки можно поставить, сколько хотите, они занимают много места, вы можете поставить их на подоконник, на подоконнике помещаются тоже, вот, смотрите, подоконник, сейчас, вот я на подоконник поставил, смотрите, сколько она занимает места, совсем чуть-чуть, и здесь хорошо, начинает тянуться в эту сторону, повернули так, хотите, повернули так, вот, на одну полочку, ребята, у меня поместилось 18 кассет, это получается у нас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, так, и три в глубину, всего 18 кассет, вот, 18 кассет, это у нас получается 648 кустов, это на дну, на одной полке, полка метр сорок, на шестьдесят, красота, в любой момент, любую кассету можно извлечь, и поливать удобно, не нужно большую кассету таскать, достал одну, полил, и на место поставил, также их можно менять местами, переставлять, в общем, ребята, кассеты супер, всем советую, такие кассеты вы можете купить, только в одном месте, это в Харкеле, интернет-магазин называется Хосторг, стоимость такой кассеты, на данный момент, 10 гривен, вот так я их покупал, там, семьдесят, семьдесят две штуки, это чтобы на все четыре яда мои поставить, они там обошли, что-то 9, 9 с копейками, зато эта кассета, она неубиваемая, так, ну что, про кассеты все, теперь, ребята, я хочу вам показать, в чем я буду в этом году выращивать рассаду, я зашел здесь в магазинчик и приобрел здесь торф, так, я в основном пользуюсь классманом, он так как здесь городишко небольшой, такого торфа здесь нету, вот купил, вот такой вот, профессиональный торф, субстрат, так, ребята, в нем есть все, так, сейчас вам покажу его, сразу хочу сказать, что торф шикарный, смотрите, он идет с перлитом, он идет уже с минеральными удобрениями, с возможными добавками, торф мягкий, шикарный, гляньте какой, просто бесподобный, в него не нужно ничего добавлять, сразу забиваете кассеты, и все, и сажаете, выслаживаете проросшие семена, но так как я выращиваю, сверхострые сорта, для меня желательно, чтобы земля не была, очень и очень, насыщена, питательными веществами, потому что, рассада сразу тронется в рост, и у меня же будут, потом переросшая, переросшая рассада, они будут, сантиметров, по 30, по 40, как бы не нужны такие, мне нужно быть, чтобы почва была, немножко бедная, так что я этот торф, буду мешать 50 на 50, с обычным черноземом, и забивать кассеты, вообще торф шикарный, я взял 4 мешка, надеюсь, надеюсь, хватит, а в этих кассетах, я, ребята, буду выращивать, посаду капусты, синеньких, может быть, огурцы, высажу пораньше, хотя эти тоже кассеты хорошие, единственное, что они вот, с поддонами, чтобы к ним можно, применять поддоны, не будет потеков, так, да, здесь, конечно, на такие кассеты, нету поддонов, так как у них, размер 20 на 20, а эти поддоны, я не помню, вроде 40, но это 40 по краю, по краям, отсюда начинается 40, так что, внутренний диаметр, получается, меньше, а сюда 40, и длина, я не помню, брать не буду, не помню, так, есть ли у этих кассет недостатки, да, ребята, здесь есть один, недостаток, незначительный, это когда, закончится у вас сезон, и вам надо будет, все эти кассеты сложить, в кучу, видите, здесь литник, вот по центру, вот он торчит, вот, он не дает кассете, заходить в кассету, и получается, вот так вот, и когда складываете, такие кассеты, получается, довольно приличный ящик, ну, и соответственно, у них вес, такой, они довольно, тяжеленькие, а так, в основном, кассеты, просто, просто бесподобные, я купил, в одном магазине, три таких кассеты, попробовал, просто, мне понравилось, идеальный, а потом, решил, поискать в интернете, где они продаются, вот, нашел, единственное место, где можно их купить, так, что, пока не подорожали, ребята, покупайте, вещь классная, теперь, хочу, ребят, показать вам, как же я крепил лампы, крепления самые обычные, здесь, припаяно, обычный проводочек, припаяный, так, как эти лампы, у меня стоят уже, по шесть, по семь лет, ни разу не горели, как бы, я не вижу смысла покупать, дорогие крепления, тем более, они сейчас стоят прилично, здесь оно припаяно, прихвачено, вот это вот, крепление для, сантехнической трубы 25, пластиковой, вот, видите, как оно, установлено, оно защелкнулось, держится шикарно, отлично, отличная вещь, так, сейчас вам покажу, на этом ряду у меня, ну, покупные, вот такие вот, крепежи, так, покажу вам следующий ряд, да, здесь тоже, видите, для сантехники, для труб, так, а вот здесь, ребята, самые простые, которые вы можете купить в любом магазине, вот такие вот, но они, единственное их недостаток, что их придется подрезать, вот видите, вот край, вот здесь вот, здесь срезанный, и ножевочное полотно, по металлу, прорезано вот так вот, отсюда, и вот так вниз, чтобы вот эта часть, могла разгинаться, видите, теперь она, вот берете, она гнется, вот, а так, когда здесь не прорезать, она не разгинается, она очень тугая, лампа не заходит, просто берите ножевочное полотно, вот так срезали, вот немножко, сейчас я попробую вам показать, как бы, так, ребята, извиняюсь за, такое качество съемки, просто телефоном снимаю, так, вот видите, краешек срезанный здесь, вот, отрезанный, и ножевочным полотном, прорезано, отсюда, до сюда, как бы, вот это освобождено, и оно легко разгинается, и вот купили, короче, такое крепление, стоит 2, 2,50, ну, дешевле, чем обычные, ну, и на нижний, нижний ряд, у меня уже не помню, да, тоже такие же точно, вот, черные, только черного цвета, крепления, все, оно припаяно, даже если, там, через 4, через 5 лет, зарит лампочка, паяльничком, раз, выпаял, и вытащил, новую ставил, раз в 5 лет, поменять, как бы, это, это не напряжено, вот такие, вот у меня лежат здесь, подкладки, в общем, такие вот у меня, пирожки, я надеюсь, может кто-то с вас, что-то подскажет мне, как улучшить, ну, так, ребята, а сейчас буду, высевать рассаду, вот некоторые семена у меня уже, проклюнулись, и надо будет их, высадить в кассеты, сейчас буду набивать торфом, так, ну, на этом, наверное, буду заканчивать, когда рассада будет подрастать, я вам покажу, свою рассаду, поделюсь некоторыми секретами, ну, а как, высаживать рассаду, я уже вам показывал, там есть видео, если кто не видел, можете посмотреть, еще такой, один маленький секрет, когда вырастает у вас перец, выходит с почвы, росток, бывает у него на голове, семечко, и вот надо иголочкой, там, аккуратненько открывать, ну, бывает так, что, отрываете голову, как бы, это очень нехорошо, такой небольшой секрет, берете маленький стаканчик, там, 50 грамм, водочный, прозрачный, тоненький, и берете на кончик семечки, капельку воды, а лучше берете самую обычную слюну, она не стекает, капельку слюны, и сверху, вот эту вот ячейку, закрываете этим стаканчиком маленьким, прозрачным, и свет попадает, растение нормально растет, и она разбухает, семечко это, а потом берете просто легко, раз, и она довольно легко снимается, ну, в общем, рассказал, ребята, наверное, все, следующее видео, ну, не знаю, может быть, через неделю, если получится, так что сейчас очень много работы, сами понимаете, что такое новый дом, очень много здесь приходится ремонтировать, то отпало, как говорят, то отвалилось, так что, надеюсь, если вам будет интересно, напишите в комментариях, ремонты, которые я делаю здесь, что я здесь строю, что ломаю, все эти переделки, пишите, я буду снимать по этому видео, ну, а сейчас пока, до новых встреч, ребят, да, так, это ,